Видео уроки фотошопа И как раз в этом видеоуроке я хочу показать вам, как можно обрабатывать большое количество снимков Итак, у меня есть папочка, в которой лежат 6 фотографий И сейчас на их примере я вам покажу принцип работы с экшенами Давайте откроем пока что одно изображение И запишем простенький экшен, который будет просто уменьшать нашу фотографию и усиливать резкость Данный экшен я запишу для примера, вы можете использовать здесь абсолютно любую операцию Если кто-то хочет узнать подробнее, как записывать свои собственные экшены У меня уже был такой видеоурок, я ссылочку вам на него дам Вы сможете все там подробненько изучить Ну а пока что давайте создадим самый что ни на есть простой экшен Создаем для него новый набор И создаем новую операцию Запись у нас пошла, теперь идем в пункт изображения Размер изображения Уменьшаем размер, примерно до 1000 пикселей, нажимаем ОК И теперь идем в пункт фильтр усиления резкости Здесь выбираем контурную резкость И усиливаем немножечко четкость нашей фотографии Нажимаем на кнопку Останавливать запись И вот наш простенький экшен готов Теперь нам необходимо применить этот экшен на все остальные фотографии Как это можно быстро сделать? Для этого переходим в пункт файл Выбираем здесь вкладочку сценарий И нас интересует пункт обработчик изображений У нас открывается вот такое вот окошечко Здесь есть 4 пункта В первом пункте нам с вами необходимо указать папку с нашими фотографиями, которые следует обработать Выбираем нашу папку Вот она у меня Нажимаем здесь ОК Также здесь есть еще несколько подпунктов, как видите Можно использовать либо открытые изображения, которые у вас загружены в Photoshop Либо включить все подпапки То есть если у вас в вашей группе лежат еще какие-то папочки Они также подвергнутся обработке, если вы поставите здесь галочку Второй пункт у нас позволяет выбрать место для сохранения фотографий Я в данном случае поставлю пункт сохранить в том же месте Чтобы у меня фотографии сохранились в этой же папке Так будет проще Если вам необходимо выбрать другое место, то ставите галочку здесь и выбираете уже свою папку Следующий, третий пункт позволяет выбрать настройки для сохранения Здесь можно задать качество У меня стоит 10, это максимальное качество И также здесь можно изменять размер Но мы уже сделали это предварительно в экшене Поэтому здесь это делать не будем Ну и последний, четвертый пункт позволяет нам выбрать экшен С помощью которого все фотографии наши будут обрабатываться Выбираем в первую очередь набор, в котором у нас он находится И выбираем операцию Вот у меня это набор New, операция номер 1 Убедитесь, что у вас стоит галочка включить ESS профиль И теперь нажимаем на кнопку выполнить Итак, у нас стали загружаться фотографии И вот они автоматически обрабатываются То есть уменьшаются и на них наводится резкость Немножко подождем И посмотрим на результат Итак, фотографии у нас с вами обработались И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось Открываем группу с исходниками И как видите, у нас здесь лежит теперь еще одна папка Которой, собственно, и уже представлены те фотографии Которые у нас обработались с помощью экшена Вот, если мы их сейчас откроем То увидим, что размер у изображения стал 1000 пикселей И резкость на нем также усилена То же самое с остальными фотографиями Также здесь Размер 1000 пикселей И усиленная резкость Ну что ж, вот таким вот несложным образом Вы можете обрабатывать большое количество фотографий Вам достаточно просто перейти в пункт файл сценарий И выбрать здесь обработчик изображения Далее указываете тот экшен, каким вы хотите обработать фотографию И запускаете процесс Все, ничего сложного Ну а на этом наш сегодняшний видеоурок можно завершить Кстати, хочу вам сказать, что уже очень скоро я пришлю вам еще один урок В котором расскажу про использование дроплетов при работе с экшенами Вы узнаете, что это за интересная такая функция И как она также помогает нам упростить обработку большого количества фотографий Ну а пока что здесь все Всем спасибо за внимание И до встречи Получите бесплатный видеокурс Профессиональные техники тонирования и цветокоррекции фотографий Жмите на кнопку «Получить курс»